Салют, братёнь, ты на канале НЕ КАРАТЕ. Бокс не карате, бокс это песня, в нём есть припевы и есть куплеты. Игра в ума, достоинства и чести, Стас посвятит тебя, боксёрские секреты. Рад тебя приветствовать. И спешу напомнить, бокс не карате, тут думать надо, есть о чём подумать. Сегодня Артур Бетербиев, Энтони Ярд на повестке дня. Игра в ума, достоинства и достоинства. Артур Бетербиев может быть в следующий раз, и что это будет. Мой церковь будет быть университетом, в чемпион. Моя структура, мое тяжелое, что ты хочешь сказать, он подходит, когда ты поставишь это в бакет. Он почти у тебя, Энтони Ярд. Энтони Ярд, Энтони Ярд, он подходит в шоколадную руку. Я чувствую, что это момент, это просто, это просто для истории. Это буквально для истории. 28 января в телеграм-канале НЕКАРАТЕ, ссылочка в первом закрепленном комментарии, состоится трансляция вечера бокса из Лондона. Еще раз, в комментарии 100% будет вопрос, а когда бой? 28 января. Следующий комментарий будет, а где смотреть? В телеграм-канале НЕКАРАТЕ. Всех рад видеть 28 числа на трансляции вечера бокса из Уэмбле, Лондон. Собственно, Артур Бетербиев, Энтони Ярд. Сегодня будем разбираться, кто и почему. Вот такая вот у нас преамбула. Касательно Бетербиева, единственный вопрос, многие скажут, это возраст. С этим я абсолютно не согласен. Человек, который не злоупотребляет, человек, который права верны, человек, который кайфует и заряжается от каждого дня. Ему что 38, что 48. Я думаю, что возраст для Артура это всего лишь цифра. Пару-тройку лет он еще однозначно может боксировать на самом высоком уровне. Мое мнение. Про возраст вопрос снят. Борец. Останется только один. Касательно интересного, почему страна А, А, Артур Бетербиев, обладатель трех поясов WBC, WBO, IBF, едет к стране Б, Энтони Ярду, в Лондон. Вот он, большой-большой вопрос. Да, две мекки бокса. Штаты, да, Великобритания. Ну, Бетербиеву-то проще в Штатах побиться. Боб Аарум там под боком. Зачем нам Эдди Хирн и Машрум Боксинг в Лондоне? Вот он, большой-большой вопрос. С чем связан этот вопрос? Объясню. Англичане на своей земле кайфуют. Они допингуют, демпингуют, допингуют. Ну, вот какое-то слово из этих корректное. Непосредственно сильнее они выглядят почему-то в родных стенах. Как только англичанин топового уровня, будь то Билли Джо Сондерс, будь то Каллум Смит едет в Америку, сразу вся вот прелесть, вся скорость, все физические ништяки как рукой снимает, это совершенно другие ребята. Поэтому мы уже давно сделали вывод, что в Лондоне, в Англии англичане чем-то себя пичкают и физически выглядят значительно более интереснее, чем в других местах. Ну, может быть там допинг у них не снимают, пробы, может еще что, я не знаю, но это факт. И почему Артур Бетербиев едет в Англию, вот это большой-большой вопрос. Он страна, а он диктует, может быть там большие-большие бабки или еще какие ништяки, о которых мы не знаем. Вот это странно. Но с другой стороны, если Бетербиев готов поехать в Лондон к Энтони Ярду, значит он более чем уверен в своих силах. Более чем. Видишь, такая двоякая вот история, но вот над этим имеет смысл подзадуматься. Все остальное достаточно очевидно. По классу Бетербиев однозначно выше Ярда. С кем бился Энтони Ярд? Давай, по-хорошему, вот от джеба Ковалева свалился парень. Да, он лидировал, да, он практически выиграл тот бой в Челябинске. Ну, практически бокс со слагательных наклонений не терпит, проиграл. Чем он так хорош? Хорошая защита у Ярда, да, есть такое. Да, он такой здоровый, мощный, подкачанный. Ну, видишь, как закислился от своих атак и от простого легкого дуновения. Ковалева такой был джеб. Не сказать, что прям с массой вошел Сергей. Там как-то все было настолько элементарно. Там он просто выкинул руку и Ярд свалился. Чем он так хорош? Чем? Многие говорят, мы его недооцениваем. Многие говорят, что этот парень еще что-то покажет. Все может быть, но пока, пока место, он ничего не показал. Бетербиев, я тебе к чему? К тому, что с Усиком бился три раза. Ему говорили, там Михонцева там в весе пропускали. И Бетербиев подымался, опускался в весе. И он сборной просто полжизни своей отдал. И это был лидирующий член сборной. Понимаешь, ну, реально, как бы, никогда не подводил. Девять лет в профи-боксе. 18 боев, 18 нокаутов. Вот, ну, вдумайся в эти цифры. 100% нокаутирующий рекорд. Вот кто такой Артур Бетербиев. Это кто без замаха коротко из ближней может просто из-под жопы достать и ударить так, что мало не покажется. Просто непонятно, откуда вылетают удары. Их не видно. Этот парень, который может дистанционным боксом просто гвоздика перебить. Он подбил гвоздика издали и потом уже уничтожил на ближней дистанции. Он может делать все, что он хочет. И про возраст мы уже поговорили. Вот кто такой Артур Бетербиев. Он намного хитрее, намного дисциплинированнее и умнее, чем пытается показать это нам в своих интервью. Такой на изи, на лайте, расслабленный. Там все продумано. Это продуман. Нереальный продуман. Очень мощный. Его физика потрясает. Я говорил с Эльшодом Разулом, которым с ним бился. И он говорит о том, что в чем разница ударов Бивола и Бетербиев. Бетербиев изматывает своей техникой. Он бьет и дальше проталкивает. Он постоянно из тебя сосет энергию. Он постоянно прессингует. Он постоянно уничтожает тебя. Все время. Каждый его удар отнимает и забирает у тебя силы. Потому что тебе надо выстоять. Просто, чтобы тебя не снесло. Очень сильно эмоционально, морально заряженный Артур. И это чувствуется. Это передается. Он говорит, мне не нужно дружить со своими оппонентами. Ни до боя, ни после. Зачем? Это всего лишь оппоненты. Мы выходим боксировать. Я должен их бить. Зачем мне с ними дружить? Какие-то эмоции переполнять чашу другими эмоциями. То есть тут настолько все ментально заряжено. Настолько все технически заряжено. Оснащено. Со всех сторон не подкопаться. Вот о чем хочется сказать касательно Артура Бетербиева. Да, можно было бы подискутировать на тему поединка с Дмитрием Биволом. Да, безусловно. Здесь уже класс сопоставим. Но Артур Бетербиев и Энтони Ярд. Ну ты понимаешь, да? Совершенно разного уровня бойцы. Совершенно разного калибра бойцы. Вот такая вот история. 38 Бетербиеву, 31 Ярду. Но это его не спасет. По антропометрии они абсолютно схожи. 182 рост у Бетербиева, 183 у Ярда. Размах рук у Бетербиева на 3 см подлиннее. 186 против 183. Техника Ярда. Ну хорошо он перекрывается. Да, несмотря на то, что он такой габаритный, объемный. Он перекрывается неплохо. Шолдер ролл. Плечом. Хорошо он скидывает удары. У него 2 типа стойки. Это вот, знаешь, он бочком нивелирует свой объемный силуэт. Немножечко вот так вот его уводит. И когда он выходит на ближнюю, на среднюю, он уже как бы во фронтальной стойке пытается уничтожить. Сказать, что у него там какой-то нокаутирующий, что он с одного может подбить и потом разбить. Нет, он тоже работает тонажом. Но при этом значительно быстрее выдохнется, чем Артур. А Артур еще быстрее поможет ему освободиться от своих сил. Просто как бы своим-то ножом. Вот и вся история. Я не вижу никаких возможностей Энтони Ярду как-то победить. Ну вот, не вижу. Конечно, это бокс. Здесь всякое может быть. И это вес уже внушительный. Полутяжелый здесь. Может быть, любой сюрприз. Но сомневаюсь я, что такой профессионал, как Артур Бетербиев, позволит что-либо сделать Энтони Ярду. Вот сугубо мое личное мнение. После Экватора, я думаю, что дойдет ли бой до Экватора. Вот он большой-большой вопрос. Как там Ярда напичкают, чтобы бой дошел до Экватора? Мне кажется, что как раз в районе 6-го, 7-го, 8-го, вот эти вот раунды, с 6-го по 8-й, все должно закончиться. Сугубо мое личное мнение о своем мнении. Обязательно напиши в комментарии, подискутируем на сей счет. Ну а также напоминаю про свой телеграм-канал, где будет прямая трансляция боя в отличном качестве. После обязательно сам бой выложу. Ну, то есть, искать не нужно. Всем огромный респект и уважуха за подписки, за ваши лайки, за то, что колокол прожат. Спасибо, брат, нас уже 100 тысяч, и это приятно. Не забудь подписаться на телеграм-канал, и до встречи в следующем выпуске. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok